Сумерки Богов Бусти и Патреон просили меня об этом, ведь в Европе надо знать заранее, куда пойти, иначе останешься без билетов. А именно подписчики этих сервисов сегодня мои главные друзья, поддерживающие канал и их просьбу я не могу обойти стороной. Они поддерживают Сумерки Богов и вообще остатки независимой русской журналистики, за что я им признателен. Поэтому сегодня новый выпуск, который называется «Что смотреть и слушать?» весной 2023 года. Музыкальная жизнь, связанная с Россией, этой весной будет проходить в рамках двух знаменательных дат. 1 апреля исполнится 150 лет со дня рождения Сергея Рахманинова, который сегодня стал одним из столпов отечественного музыкального мейнстрима. А когда-то в России он был предателем, и музыка была его под запретом. Мне в свое время Евгений Федорович Светланов рассказывал, как студентам он ходил кому-то в гости, где были на руках партитуры Рахманинова, и тайком их изучал. К этому юбилею будут приурочены концертные исполнения Олега в Большом театре, в других театрах, и, конечно, много симфонических концертов, которые в Москве в эти юбилейные дни будут узурпированы, как обычно, Валерием Гергиевым и Денисом Мацуевым в Московской филармонии. А вот другая дата, 70 лет со дня смерти Сергея Прокофьева, который, как известно, умер в один день со Сталином, будет отмечена в первую очередь в Мюнхене, где в тот самый день, 5 марта, состоится премьера гигантского музыкального эпоса «Война и мир Прокофьева» в постановке дирижера Владимира Юровского и режиссера-сценографа Дмитрия Чернякова. Отныне наследники композитора уже не смогут претендовать на отчисления с каждого исполнения музыки, и это наверняка приведет к увеличению роста постановок и опер, и исполнению другой музыки Прокофьева. В главных партиях в Баварской опере заняты Андрей Желиховский-Балконский, Ольга Кульчинская, Наташа, Арсен Сагаманян-Безухов, Дмитрий Ульянов-Кутузов и многие другие русские и русскоязычные артисты. В интервью театральном Владимир Юровский уже признался, что на этот раз патриотический пафос этой оперы будет приглушен, и это, безусловно, верный ход, ведь многое из того, что помогло потом исполнить оперу, дать ей дорогу на сцену, появилось не в рамках первоначального замысла композитора. Я пойду в Мюнхен, и 6 марта ждите полный отчет на канале «Сумерки богов». Эта премьера явно тянет на главное событие весны. Кстати, я приготовил к этой премьере лекцию об этой огромной опере, и она поможет вам, и если вы пойдете на спектакль, и в трансляции спектакля из Мюнхена, который пройдет в тот же день, 5 марта, на канале Арте. Другая мощная волна интересных событий весной приурочена к пасхальным праздникам. Здесь много выходных дней в Европе, и народ с удовольствием ходит на спектакли и концерты. Тем более, что есть несколько специальных пасхальных фестивалей, которые давно стали желанными. Например, в Берлинской штат Сопер с 4 по 10 апреля пройдет третий повтор вагнеровской тетралогии «Кольцо Небелунга», которая в октябре была поставлена здесь Дмитрием Черняковым. Я делал видеообзоры на каждую из четырех премьер, так что посмотрите, если хотите узнать об этом побольше. После Нового года поговаривали, что сам Даниэль Баренбоем все же встанет за пульт, но сейчас уже понятно, что этого не произойдет. Да и фестивальный концерт штат Скапеллы 2 апреля с торжественной мессой Бетховена тоже пока остается без имени дирижера, но с именами солистов Камилы Нюланд, Анны Кишьюдит, Самира Пергу и Рене Папе. Оркестр Берлинской филармонии традиционно проводит свой пасхальный фестиваль в Баден-Бадене, где состоится премьера оперы «Женщина без тени» Рихарда Штрауса, потом они в Берлине дадут это в концертном исполнении. Одно из самых загадочных произведений мировой оперы ставит Лидия Стайр, дирижирует, естественно, Кирилл Петренко. Он оперой этой прекрасно руководил в свое время в Мюнхене, там была постановка Варликовского. А солисты здесь такие, Мина Лиза Варрелла, Элиза Вандерхивер, Вольган Кох и другие. Берлинский филармонический выступит с концертными программами, естественно, под руководством Петренко. 7 апреля с солисткой Дианой Дамрау будут исполнены 4 последние песни и «Жизнь героя Штрауса». А еще под руководством Даниэля Хардинга и даже неожиданно в барочном репертуаре под руководством Эммануэль Аим прозвучит триумф времени и разочарование Генделя. Солисты Эльза Бенуа, Франко Фаджоли, Естин Дэвис, Аничо Дзордзе, Джустиниани. Этот концерт пройдет 8 апреля. Наконец, ежегодный пасхальный фестиваль, учрежденный еще самим Караяном, пройдет в Зальцбурге. Он был придуман специально для исполнения вагнеровской музыки. И новый интендант этого фестиваля Николаус Бахлер много лет возглавлял баварскую государственную оперу. Поэтому, видимо, в этом году он переносит в Зальцбург оттуда постановку Тангейзера в версии Ромео Костелуччи. В спектакле заняты Йонас Кауфман, Элина Гаронча, по-моему, она впервые поет «Венеру», Марлис Петерсон и другие. Бахлер рассорился в прошлом году с Кристианом Тилеманом, и поэтому отныне в Зальцбург будут приезжать разные оркестры. В этом году это Лейцебский Гиванхаус-оркестр под управлением Андриса Нельсона. Естественно, будут и концертные программы с симфонической музыкой, а 3 и 7 апреля прозвучит немецкий реквием Брамса с солистами Юлией Кляйтер и Кристианом Герхайером. Я поеду на два этих фестиваля и ждите моих обзоров из Зальцбурга и Баден-Бадена. Теперь скажу о оперных премьерах весны. В Амстердаме премьера новой оперы «Скотный двор», которую русский композитор Александр Раскатов написал по сатирической притче Джорджа Оруэлла. Знаменитая фраза «Some animals are more equal» – «Все животные равны, но некоторые более равны» – очень точно описывает наше время. Думаю, это и приглянулось постановщику Дамьяна Микелета, и в главных партиях заняты Геннадий Безубенков и Миша Керрия. С 13 апреля там идет кавалер Розы Штрауса в постановке Яна Филиппа Глогера, а с 6 мая Мария Стюарда Ницетти – вторая часть тюдоровской трилогии в Амстердаме. Ее здесь осуществляют дирижер Энрике Мацола, я совсем недавно рассказывал о его работе в Роберто Деверо в Цюрихе, и режиссер Ецки Минсон. В главных партиях заняты хорошо нам известные Кристина Мхитарян и Айгуль Ахмедшина. Популярность трилогии Деницетти достигла такого уровня, что в марте-апреле в Брюсселе делают постичио из всех трех опер, которые назвали «Бастарда». Да еще в двух частях. Здесь Анну Болеин, к примеру, поет Соломея Джикия, а Роберто Деверо – Сергей Романовский. А изначальную историю оперу Генрих Восьмой Сенсанца в Брюсселе в постановке дирижера Алина Алтыноглу и режиссера Оливье Пи покажут в мае. Напомню, что на канале есть лекции о трилогии Деницетти, которые можно посмотреть без покупки месячного абонемента. Парижская национальная опера покажет сразу несколько интересных премьер. 11 марта «Гамлет Тома» с Людовиком Тезье и Лисе Тарапесой ставит спектакль «Кшиштоф Варляковский». 25 марта премьера одной из знаковых опер конца XX века «Никсон в Китае», «Минималиста Джона Адамса». В спектакле, который ставит Валентина Караскова и дирижирует Густаво Дудамель, в главных партиях Никсона и его жены заняты две постаревшие звезды – Томас Хэмсон и Рене Флеминг. А 20 апреля – «Ариадант Генделя» в постановке Роберта Карсона с участием Ольги Кульчинской, Кристофа Дюмо, Эмили Де Анджело, Луки Пизарони. В берлинской штатс-опер до того, как театр покажет вагнерскую тетралогию на фестивале, еще состоится премьера Моцартовского и Доминея. Эта постановка пройдет при участии дирижера Саймона Реттла, режиссера Дэвида Маквикера, певцов Магдалены Кожены, Анны Прохаски, Эндрюс Стейплза и других. А в Deutsche Oper Berlin 18 марта премьера «Арабелла» Рихарда Штрауса. Спектакль ставят Дональд Раниклс и режиссер Тобиас Крацер. А в главных партиях заняты Рэйчел Виллис Сёренсен, Елена Цалагова, Рассел Браун, Дорис Зофель и другие артисты. 11 марта в Комиши Опер в Берлине премьера оперы «Так поступают все женщины» Моцарта. Кирилл Серебренников переносит свой цюрихский спектакль, о котором я рассказывал 4,5 года назад. Это, кстати, один из самых удачных оперных спектаклей русского режиссера, который сейчас живет в Европе и много занимается переносами своих готовых спектаклей. Например, в Гамбурге весной будет идти спектакль «Гоголь-центра» барокко, в котором даже поет та же самая Надежда Павлова. Вот и оперу Моцарта Серебренников ставил по интернету, а теперь у него у самого есть возможность прикоснуться к собственному детищу. То же самое и в Вене, где в апреле на Пасху покажут его постановку Парсифали Вагнера. Венские премьеры весны такие. 11 марта Барри Коски выпускает новую постановку «Свадьбы Фигара» Моцарта. Это продолжение его собственной трилогии, опер Моцарта «До Понте», который открыл неудачный Дон Жуан в прошлом сезоне. Дирижер, естественно, пока еще музыкальный директор театра Филипп Йордан, но скоро он уходит, а новых имен пока никто не называет. В Венской опере уже десятилетиями проходит процесс, при котором интенданты выживают музыкальных директоров и хотят править единолично. А 2 апреля в первый раз покажут «Возвращение Улиса на родину» Монте-Верди с участием Георга Нигля, Кейт Линдси и других. Ставит этот спектакль знаменитый тандем Йоси Виллер с Эрджем Арабито. Я обязательно поеду смотреть и расскажу вам о нем. И в этой постановке Вена завершает свою трилогию опер Монте-Верди. Ну а 21 мая премьера необычной для столицы Австрии оперы «Диалоги» Кормелита Кпуленко. В спектакле молодой австрийской режиссерши Магдалены Фуксбергер заняты Николь Карр, Сабин Девьель, Михаила Шустер и Вмот Юбо. Совсем недавно неожиданный скандал случился в Сонном Висбадене, где объявили в рамках майского фестиваля два концертных исполнения «Набука», в которых выступит Анна Нетребко. Отмечу, что таким образом дебют Нетребко в этой партии заранее оказался достаточно странным. Поэтому стоит, наверное, съездить и послушать, что из этого выйдет. Так и сделаю. В программе этого фестиваля, от участия в котором отказались теперь украинские артисты, есть еще опера Янатчика из «Мертвого дома» и средства Макрополоса, Тристана и Зольда Вагнера. Но они, естественно, не так интересны публике. Так что задача привлечения аудитории фестивалям в Висбадене уже решена. Но в заключение европейского блока выпуска вернемся в Мюнхен, где 15 мая покажут новую Аиду Верди в постановке Даниэля Рустеона и Дамьяна Михеолета. В главных партиях заняты Елена Стихина, Анита Рачвилишвили, Брайан Джад. Перенесемся за океан, где Метрополитен опера после февральского перерыва возвращается к зрителям и сразу открывается Луингрином Вагнера, тем самым, что был показан в Большом театре в первые дни войны. Мет даже отказался от декораций из Москвы и сделал еще одни. Спектакли Франсуа Жерара, а мы уже его видели, я рассказывал на канале о его весьма скромных достоинствах заняты, Тамара Уилсон и Елена Стихина, это обе Эльзы, Петр Бичала, Кристина Герки и другие. В апреле в Мет мировая премьера оперы «Чемпион» о судьбе всемирно известного боксера Эмиля Гриффита. Эту оперу написал Теренс Бланшар, чья опера «Огонь в моей крови» в прошлом году имела невероятный успех в Мет, но была написана не для этого театра. А теперь все сошлось. Лауреат многих премий Грэмми Бланшар написал оперу для главного оперного театра Америки. А в мае сразу две моцартовских оперы в непривычных для американцев постановках европейских режиссеров будут показаны в главном театре Америки. «Дон Жуан» переедет из Парижа, спектакли в Иванхове успели выпустить до пандемии, и он сделан под огромную сцену бастей, наверняка будет хорошо смотреться и в Мет. А вот «Волшебная флейта» Саймона Макберни скорее камерный спектакль с участием аниматоров, которые работают симультанно. Не уверен, что в Мет это все будет даже видно, хотя наверняка какой-то техники нагонят. В «Дон Жуане» заняты Петер Матей, Адам Плохетко, Фредерико Ломбарди, а в «Волшебной флейте» Кэтрин Левек, Эрин Морли, Лоуренс Браунли и другие. Обеими постановками дирижирует Натали Штуцман. Кстати, Мет это и основной источник весенних трансляций. В России, правда, теперь их не показывают. Но все же в кинотеатрах. 18 марта «Луингрин», 1 апреля «Фальстов Верди» – это не новая постановка Роберта Карсена, в главной партии занят Михаэль Фоли, а Фентона поет Богдан Волков. 15 апреля «Кавалер Розы Штрауса», опять Карсена, здесь Лиза Дэвидсон впервые споет Маршальшу. 29 апреля трансляции оперы «Чемпион», а 20 мая «Дон Жуана». Еще из трансляций стоит отметить показы новых постановок Венской оперы. 14 апреля – это возвращение Улиса Монтеверди, а 27 мая – диалоги Кармелита Кпуленко. Трансляции эти заявлены на сайте театра, там их показывают бесплатно. На новой платформе «Ла Скала ТВ» Миланский театр будет транслировать 14 марта старую богему Пучини в постановке Франко Дзефирелли в главных партиях Марина Ребекко, Ирина Лунгу, Фредди де Томазо, Лука Микелетти. А 24 марта собираются транслировать новую постановку сказок Гофмана Оффенбаха в версии Давида Ливермора. Премьера состоится 15 марта, там в партиях злодеев заявлен Ильдар Абдразаков, но, по моим сведениям, его не будет в этой постановке. Арте собирается транслировать следующие события. 30 марта Гамлета из Парижской оперы, о которой я уже говорил. 10 апреля Ромео Джульетту Гуно из Цуриха. В этом спектакле Теда Хуфмана заняты Бенджаман Бернаим и Жюли Фукс. 28 мая покажут тот самый брюссельский пастиш под названием «Бастарда». Ну а закончим сегодня российскими премьерами. Мариинский театр в марте решил вновь дать дорогу дебютантам в опере. Анна Шишкина создавала театр странствующих комедиантов. Последнее время была, что называется, крутым фотографом, но Гергиев не боится доверить ей постановку на «Букко Верди». И сам будет дирижировать по два, а то и по три спектакля в день. В Перми готовится выпустить новый блокбастер от режиссера Константина Богомолова, чья версия «Кармен Безе» стала едва ли не самым скандальным оперным спектаклем в России со времен детей Розенталя. На этот раз старик Собчак взялся за летучего голландца Вагнера. Спектакль объявлен как совместная постановка с московской новой оперой. Это уникальная история для российского театра. В этой стране коллективы не любят объединять усилия. Дирижер опять Филипп Чижевский, который с барокко не очень хорошо справляется. А тут целый Вагнер. Хоть одна из самых кратких его партитур. Любопытно, что последний раз эта опера в Перми шла в постановке Георгия Исаакяна и с декорациями Дмитрия Чернякова. А Георгий Исаакян, наконец, высидел себе постановку в Большом театре. Урин в свое время один раз приглашал его в театр Станиславского. Если помните, спектакль «Сила судьбы», кстати, неплохой был. Потом долгие годы он шарахался от этого режиссера, но сегодня, когда импортозамещение шагает по стране, уже невозможно избежать этой участи. 25 мая на новой сцене Исаакян представит новую работу Луизу Миллер-Верди по Шиллеру. Понятно, что в нынешней ситуации лучше обращаться к таким операм, которые можно перенести вне современной повестки. Возможно, поэтому отменилась сценическая версия Трубадура-Верди на исторической сцене. Единственная должна быть оперная была постановка на главной площадке, и вот теперь театр не выпускает ни одной. Должен был ставить ее роман Феодоре, но теперь Трубадур пойдет в концертной версии с дирижером Жорди Бернасером. А первой весенней премьерой Большого на камерной сцене станет Аскольдова-Могила Верстовского, преподаем корням, так сказать, версии студентки Исаакяна Марии Фомичевой и дирижера Ивана Великанова. Премьера уже 2 марта. Думаю, что следующий выпуск этой рубрики пройдет через пару месяцев, и в нем я расскажу о главных событиях фестивального лета. Спасибо, что сегодня вы были с нами. Подписывайтесь на канал, который первым рассказывает вам о самых важных событиях оперной жизни. И до новых встреч на канале Сумерки Богов, где бы вы его не смотрели. Спасибо всем, кто посмотрел этот фрагмент обзора. Я продолжаю выкладывать небольшие отрывки каждого своего ролика здесь, на Ютюбе. Но если вы хотите посмотреть этот обзор, как и другие, полностью, то вам надо обязательно подписаться на канал Сумерки Богов на сервисах Бусти и Патреон. Ссылка на эти сервисы есть под каждым роликом. Стоимость подписки невелика, но на Бусти или Патреоне вы услышите любой обзор до конца, узнаете самое интересное о музыкальной жизни мира и увидите разнообразные видеофрагменты, которыми я иллюстрирую свой рассказ. На Ютюбе это было просто невозможно делать. А еще на этих сервисах нет никакой раздражающей рекламы. А я буду продолжать оперативно рассказывать вам обо всем самом интересном. Ну а кроме того, поддерживая канал Сумерки Богов, вы помогаете остаткам независимой российской журналистики и уж совсем в России загнувшейся музыкальной критики. Подписаться на Сумерки Богов в этих двух сервисах очень просто. После подписки вам уже не надо ничего делать, только наслаждаться обзорами. Сервисы сами сообщат вам о выходе новых роликов. По подписке на Бусти или Патреоне вы сможете посмотреть минимум 6 роликов в месяц с моими рецензиями на важнейшие постановки ведущих театров мира. Их может быть и больше, это зависит от уровня подписки. А кроме того, есть возможность слушать лекции, которые помогут вам подготовиться к трансляциям или походам в театр. Подписчики могут задавать и темы обзоров, которые я не оставляю без внимания. Регулярно там выходят ролики с анонсами премьер и трансляций. Они всегда бесплатные, я дублирую их и здесь на Ютьюбе, но вновь без музыкальных фрагментов. Напомню, на Ютьюбе продолжает оставаться библиотека из шести сотен обзоров, которые представляют весь спектр интересов меломанов. Рецензии на премьеры, интервью с артистами, старые тексты 90-х годов, много лекций. И все это совершенно бесплатно. Поэтому подписывайтесь и здесь, на Ютьюбе, чтобы в любой момент найти обзоры, охватывающие не только события последних пяти лет, но и представляющие широкую панораму развития музыкальной жизни в России и в мире. Каналов подобного рода нет в интернете ни на одном языке, по одной простой причине. Независимая музыкальная критика умерла давно не только в России, но и во всем мире. А здесь вам говорят только правду. Я начал делать это больше 30 лет назад, когда писал для ведущих российских национальных газет. И продолжаю это делать сейчас, когда жизнь вокруг стремительно меняется, и теперь только блогер может сказать то, что не может сказать ни один журналист. Подписывайтесь на Бусти и Патреоне, чтобы знать, куда поехать, что послушать в трансляциях и куда вообще двигается оперный театр в эпоху тотальной популяризации. Буду рад встрече с вами на Бусти и Патреоне. И до новых встреч на канале Сумерки Богов, где бы вы его не смотрели. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова